Здравствуйте коллега, на связи Роман Салихудинов и в этом видео уроке мы с вами продолжим тему поверхностного моделирования. Мы рассмотрим с вами команду усечения кривой. Я сейчас открыл новый документ деталь. И давайте сейчас для начала мы с вами создадим сеть кривых, чтобы увидеть в действии команду усечения кривой. Итак, я сейчас на плоскости XY создам эскиз. Эскиз у меня этот будет в виде нурс-кривой. Так, заходим в панель геометрия и вот у нас здесь команда есть нурс-кривая. Запускаем ее и произвольно давайте создадим нурс-кривую. То есть у нас стоит на панели свойств порядок 4, нам надо минимум 4 точки для создания. Вот 4 точки у нас даже больше есть. Нажимаем создать объект. Далее давайте завершим команду и выйдем из режима создания эскиза. Кликнем правой клавишей мыши, выберем здесь эскиз. То есть один эскиз мы с вами создали, одна крива у нас есть. Давайте сейчас создадим вспомогательную плоскость относительно плоскости XY. Итак, зайдите в панель вспомогательная геометрия, выберите команду смещенную плоскость. Давайте укажем плоскость XY, то есть относительно нее мы будем смещать. И на панели свойств укажите расстояние 100 мм. Я нажимаю создать объект и нажимаю стоп. То есть вот у нас создана смещенная плоскость, давайте ее выделим и создадим на ней также эскиз. Итак, создадим эскиз. Эскиз давайте сначала вот эту вот нашу кривую спроецируем на наш эскиз. Здесь на панели геометрия в самом низу есть команда спроецировать объект. Сейчас она не помещается в этот самый захват. Поэтому я ее запущу с главного меню. Вот, зайду в операции и выберу спроецировать объект. Итак, кликаем по нашей кривой. Вот мы ее спроецировали, нажимаем стоп. Далее давайте симметрию создадим вот в этой части, этой кривой. Опять же ее выделяем. Заходим в панель редактирования и запускаем команду симметрия. Укажем первую точку, это будет точка начала координат. И точно так же укажем вторую точку на оси. Вот фантом появился. Выравнивание по горизонтали. Кликаем. Отлично. Нажимаем стоп. Итак, посмотрите, вот у нас сейчас в эскизе две кривых. Но эта кривая нам не нужна. Мы ее использовали для того, чтобы создать симметрию. Поэтому мы ее выделяем. И давайте у нее стиль линии поменял, например, на утолщенную. Это для того, чтобы она в дальнейшем никак не влияла на построение. То есть она будет просто погашена, когда мы выйдем из эскиза. Давайте сейчас выйдем из эскиза. Вот видите, второй линии не стало. Итак, вот у нас две кривых есть. Для одного направления сейчас нам нужно создать еще две кривых. Мы будем их создавать с помощью команды сплайн. То есть сплайнами. Посмотрите, одну кривую можно будет создать, так как у нас здесь есть вершинка. Здесь есть вершинка, то есть уже сплайн можно будет разместить. Но давайте второй сплайн создадим не здесь, от вершины к вершине, а вот тут создадим точки на одной кривой и на второй. И создадим наш сплайн. То есть как раз для того, чтобы вы увидели в действии команду сечения кривой. Давайте начнем создание точек. Зайдем в панель пространственные кривые и выберем команду точка. Итак, я команду выбираю. Сейчас мы с вами выберем способ на кривой. Раскрываем вкладочку способ. Выбираем здесь на кривой на панели свойств. Так, и давайте укажем первую кривую. Указываем первую кривую, вот кликнули. Точка появилась. То есть нам не важно ее значение. Где она будет? Пусть она будет здесь. Произвольно создаем. Нажимаем создать объект. Точка создана. Далее, не выходя из команды, давайте опять же на второй кривой создадим точку. Кликнем по ней. Вот у нас фантом точки появился. Опять же, не указывая процент от длины кривой. То есть расположение. Создаем ее. Нажимаем создать объект. Нажимаем стоп. Вот у нас сейчас две точки есть. Далее, давайте запустим команду сплайн. Я запустил команду. Давайте первый сплайн создадим. Укажем точку. Вот вершинку указали. И здесь укажем вершину. Нажимаем создать объект. Вот у нас сплайн создан. Далее, давайте еще раз кликаем правой клавишей мыши. Из контекстного меню выбираем повторить сплайн. Давайте укажем первую точку. Потом давайте вторую точку где-нибудь в пространстве укажем. Вот здесь вот. И укажем третью точку, которую мы создали. Вот у нас с вами такой сплайн получился. Нажимаем создать объект. Итак, посмотрите. У нас с вами есть сейчас второй набор кривых для создания поверхности по сети кривых. Вот они. Мы их создали. Два сплайна. Вот они также у нас в дереве модели добавились. Но часто при моделировании бывают случаи, да? Вот, например, когда нам не вся крива нужна. Вот, которую мы создавали в первом эскизе и во втором. Посмотрите, они не у нас какие длинные, да? А нам, например, нужна не вся кривая, чтобы воспользовать ее при создании поверхности по сети кривых, а какая-то часть этой кривой. Вот как в этом случае быть? А вот в этом случае как раз таки и помогает команда усечения кривой. Данная команда находится здесь же, на панели пространственная кривая. Вот она, ниже команды соединения кривых. Вот есть команда усечения кривой. Я ее запускаю. Сейчас мне нужно указать кривую для усечения. Давайте вот увеличим наш эскиз. На самом деле данная команда ничего не усекает. Она просто создает копию от базовой кривой. Итак, вот я сейчас... Допустим, вот мне нужен вот этот вот участок от нашей кривой. То есть не весь, а вот этот участок. Сейчас мы указываем базовую кривую. Кликаем по ней. Вот. Вот эта кривая. То есть мы от нее будем отсекать, то есть от нее создавать копию. Далее нам нужно указать точку пересечения, с которой должна быть усечена кривая. То есть можно либо кликнуть по точке, либо по сплайну. Давайте кликнем по нашему сплайну. Ну, то есть вот мы показали системе, то есть что вот в этой точке у нас должна быть она усечена. И нам система выдает, видите, сразу два фантома. То есть вот сначала, вот видите, первый фантом, то есть по умолчанию она предлагает нам создать этот участок от кривой. Ну, вот сейчас просто совпало, да? То есть мы так и хотели, но представьте, если нужен вот этот вот участок, как бы для этого на панели свойств есть у нас. Кнопка сменить направление усечения, вот она. Посмотрите, я по ней кликаю и сейчас уже фантом. Вот на этом участке кривой, то есть сейчас будет создана копия вот этого участка. Но нам надо копию вот этого участка создать. Кстати, можно также в дереве, вернее, в окне моделей создать, вернее, сменить направление. То есть вот кликаем по конечной точке, вот посмотрите, и видите, фантом меняется. Здесь кликаем точно так же. Итак, кликаем по конечной точке, вот нам нужно создать эту кривую. Мы нажимаем создать объект. И посмотрите, если в дереве модели посмотреть, вот у нас усечение кривой. Вот она, видите, наша кривая. То есть все сейчас, именно вот эта копия создана, и мы ее в дальнейшем будем использовать для поверхности по сети кривых. Давайте сейчас точно так же вот с этой кривой, она у нас, видите, тоже длинная, нам нужен от нее какой-то участок определенный. Опять же давайте правой клавишей кликнем, выберем здесь повторить усечение кривой, укажем кривую. Далее укажем точку, то есть вот кликаем по нашему спайну, то есть указываем, где она должна быть усечена. Вот у нас сейчас, видите, по умолчанию система предлагает вот это вот, создать копию вот этого участка. Кликаем по конечной точке, то есть вот у нас фандом сейчас. Видно, что этот участок будет создан. Нажимаем создать объект. И опять же вот у нас усечение кривой вторая точка, вернее, вторая крива создана. Вот таким образом работает команда усечения кривой. Далее давайте зайдем в панель поверхностей. И запустим команду поверхность по сети кривых. Давайте укажем список кривых первого направления. Прямо здесь из дерева модели, чтобы не ошибиться, кликаем. Вот усечение кривой 1, усечение кривой 2. Они у нас здесь добавились. Далее кликаем по кнопке направления V. Кликаем. И давайте прямо из окна модели укажем. Вот наш сплайн кликаем по нему. Вот список кривых я сейчас раскрою. Вот сплайн 2. И по первому сплайну кликаем. Вот фантом поверхностей появился. И нажимаем создать объект. Вот у нас с вами такая вот поверхность появилась. Ну, создали мы с вами поверхность. Видите, да? То есть очень часто встречается при моделировании, когда нужно нам не всю кривую использовать для каких-то команд, а именно часть ее. Поэтому вам всегда будет команда усечения кривой приходить на помощь. Вот такая у нас красивая поверхность получилась. Итак, на этом наш видеоурок подошел к завершению. Желаю вам успехов!